МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире военная программа, я и ведущий Александр Сладков. Мы продолжаем рассказ о морских приключениях. Российский парусник Седов вышел из Санкт-Петербурга для того, чтобы впервые в своей истории совершить кругосветное путешествие. В такие плавания уже ходили российские парусники Крузенштерн и Паллада. Седов готовился очень долго, несколько лет. Сейчас он уже в море, впереди у него 11 месяцев плавания, посещение 80 иностранных портов. И это не просто обучение молодых моряков, это демонстрация российского флага в самых отдаленных точках нашей планеты. Жесткого временного графика у этого путешествия нет. Какой будет погода, как повезет в пути. Из планируемых 14 месяцев, три придется провести у берегов. Корабль будут посещать иностранные туристы, знакомиться с русской культурой, с российскими моряками. На его борту пройдет несколько дипломатических мероприятий. Седов планирует участие в нескольких праздниках и регатах. Осенью, в сезон штормов, парусник будет дважды проходить мимо мыса Горн. Океан там редко бывает спокойный. К действиям в экстремальных условиях стажеров готовят заранее. Проигрывают различные опасные ситуации, в которых может оказаться парусник Седов. Сейчас до берега близко, но впереди Мировой океан. Это парусный аврал. Все свободные моряки выходят на палубу. Сильный ветер надо снять с мачт паруса, чтобы оставаться на заданном курсе. У молодых моряков есть руководители практики. Тому, кто успешно сдаст экзамен, будет присвоена квалификация матроса 2-го класса. Экипаж Седова – те же инструкторы, воспитатели. Взять хотя бы под шкипера Юрия Прищепу. Он самый настоящий морской волк. 23 года служил мичманом на Северном флоте. Вид у него, как у члена экипажа капитана Флинта. Одна бородача его стоит. И черные колючие глаза. В свободное время он всегда рядом с курсантами. Дело в том, что они приходят совсем не обученными детьми. Вот их приходится обучать азам сначала. Снизу и до верху. Ну, к концу рейса они уже проходят всю практику, сдают экзамены, получают первое свое удостоверение на пригодность к флоту. Много отсеивается. С некоторые не могут. То есть организм у них не выдерживает. Санкт-Петербург. Северная столица. Настоящий праздник. Официальные проводы Барка Седову в море. Петропавловская крепость. Нарышкин-Бастион. Все атрибуты. Флаги, транспаранты, пушечный выстрел. И почетный караул. В проводах участвует рок-группа «Мумий-тролль». Музыканты переодеты в тельняшки. Лидер группы Илья Логутенко уверяет, его отношение к флоту всегда было особенным. Бывших моряков, как говорится, не бывает. И среди моих друзей и хороших знакомых существует очень много моряков. И ни одного плохого слова про них я не могу сказать. Кем бы они потом, они могут уйти на берег, в запас, куда угодно. Но в душе это все равно порядочные, дисциплинированные, очень организованные люди. Что, в принципе, современного мужчине очень и очень необходимо. Штурманская рубка. Здесь люди, отвечающие за правильно подобранный маршрут. За соблюдение курса. Капитан Барка появляется здесь довольно часто. Раньше у каждого капитана был свой набор карт. А теперь все в электронном виде. Целая планета со всеми закоулками умещается на одной флешке. Хотя электроника может дать сбой, а настоящие карты никогда не подводили. Подбор карт, которые мы осуществили, это примерно тысяча штук. Тысяча карт. И вот у нас их хранилище есть. Причем карты постоянно корректируются, подновляются. Бывает, что даже во время плавния обновляется коллекция. Вот мы идем, и вдруг дают команду посетить такой-то порт. Карты такой нет. Ну, возможно, в электронном виде. Есть в электронном виде. Хорошо, что она есть. А если ее нету? Да нам точно так же в электронном наносителе перебросят сюда. Мы ее добавляем в свою коллекцию, и новая карта появилась здесь. На старте в порту города Светлый, где парусник стоял на ремонте, в его трюмы загрузили 38 тонн продовольствия. И этот запас будет неоднократно пополняться. Кормят на судне плотно. Хлопские традиции. Прием пищи 4 раза в день. Суп 2 раза обязательно. Захотелось свежей рыбы? Можешь половить за бортом. А так, витамины, фрукты, выпечка – всем одинаково. Льготников здесь нет. Здесь все вместе. Вот у нас сегодня сейчас обед, значит, все вместе пошли спать. Победали спать. Но Аврал, работа и весь коллектив, 200 человек, они все вот тут на этой палубе. А это, знаете, вырабатывается и чувство ответственности, и чувство локтя, и чувство того, что нужно в любой момент прийти на помощь кому-то и так далее. Мы все индивидуалисты, а курсанты еще более яркие индивидуалисты, потому что они молодые и не знают, что это такое. Вот, поэтому каждый живет сам по себе. А флот, корабль, морская жизнь, они требуют коллектива. Вернемся к истории парусника Седов. 45-й год. Победа над фашистской Германией. Самое подходящее время делить имущество побежденных. Так вот, корабли и суда Сталином, Черчиллем и Трумэном разыгрывались при помощи жребия. Были там огромные боевые корабли, мощные суда германского торгового, флота, Сталину попались все парусники. Остальные участники жребия были счастливы. Ну, прошло уже более 70 лет. И где эсминцы, где линкоры, доставшиеся западникам. А парусники все на ходу. Это необычная экскурсия. Скорее, дань уважения. Военные моряки крейсера «Аврора» посещают барк Седов. Товарищи, корабль в вашем распоряжении. Сколько времени надо, сколько находитесь. Где нужно, там и находитесь. Боцман Евгений Ищенков объясняет, как поднимают паруса. Верхний марсель, нижний верхний брамсель и бомбрам. И потом верхний брамсель. Видите, вот там три мачты, у которого посередине рея, то есть канаты, видите, черные. Вот по ним идут, по пертам идут, а сверху там рея идет такой леер металлический. Они за него держатся. И передвигаются до самого нога. Естественно, я тоже. Курсанты начинают травить гитов, и вот эти горденя. Они дают слабину парус. Парус опускается вниз, а шкотами выбирают, наоборот, это самое, углы. Вы тоже на мачту подниматься будете, да? Первый раз наверх подниматься будете в сопровождении матроса. Вот он сопровождать будет, подсказывать вам, где как передвигаться, где как пристегнуться. Экскурсия наверх. Высота мачты 57 метров над уровнем моря. Примерно как 20-этажное здание. Сначала необходимо подняться по вантам на первую площадку, привыкнуть к высоте и двигаться выше. Здесь говорят не лазать по вантам, а ходить. Так, корабльчик. Какой-то пчелка. Это целое путешествие. Взять хотя бы работу судового электрика. Ходит себе и лампочки меняет. А если лампочки на 50-метровой высоте? Оттуда все видится по-другому. Везде нужен опыт. Научишь его правильно обращаться со снастями, с техникой безопасности, будет жив человек. А если будет тяп-ляп, и наказывать приходится их за то, что они нарушают и технику безопасности. Потому что как бы там ни было, перед родителями, мы все в ответе за них. Верхняя палуба, лицо корабля. Судно старое, поддерживать на нем лоск непросто. Пасту Гоя на паруснике не выдают. Медных деталей на палубе очень много, от зелени их очищают наждачной бумагой. Для грамотной приборки тоже нужен опыт. Всякие гирлянды, картинки вывешивать на судне запрещено. Парусник красив своей чистотой. Вообще, когда молодые люди находятся в море, 3 месяца молодые, я просто некоторые не обращаю на это внимания. Это хорошо для них, для юных молодых людей, которых вырвали буквально из города, которые привыкли жить в этой нечистой экологии. 3 месяца на море, в океане, работая на палубе. Плюс к тому, если взять еще, некоторые не обращаются, они здесь 4 раза питаются, их какой-то режим, они хорошо поправляются физически. Сергей Лукьяница – судовой плотник. На паруснике уже давно. Когда-то воевал в Афганистане, имеет награды. Увлекается парусным спортом, военной историей. Сам – яхтенный капитан. Не раз выигрывал морские регаты. С курсантами Лукьяница всегда строг и суров. Море – не место для нежности. Это место, где на каждом шагу тебя ждут испытания. Не надо не размекать, а быть к ним всегда готовым. Они здесь уходят, проходят практику. При этом они оморячиваются. Я вам одну вещь скажу. Поймите, некоторые молодые люди пошли в мореходку, но они не понимают, что такое море. Потому что, как в любом, можно сказать, сложном вещах, они после плавания, многие отсыпятся. Они не станут моряками. Они поймут, что это их. А вот те, которые останутся, те уже будут моряки. Санкт-Петербург – день открытых дверей. Или, как на флоте говорят, открытый трап. Слава Богу. О, ребята пошли правильно. Николай Дурилин не просто ветеран. Когда-то курсантом военно-морского училища он сам проходил практику на паруснике седов. Из тех ребят, которые были на первом переходе, сейчас в Ленинграде, наверное, человека три. Ну, максимум четыре осталось живых, так? Вот, к сожалению. Вы на нем в море-то ходили? Ну, так я говорю, это был первый переход из Кронштадта в Тайвер. Это был самый первый переход под нашим советским флагом. И вы в нем участвовали? Конечно. Что это такое? Это вот, что это записная книжка. Я был старшиной роты в училище, так? Вот наше классное отделение, так? А вот командора Ньянсен, Магдалина Винан, Седов, так? Все его исходные данные, так сказать. Что, чего, сколько шпангоутов, сколько матч, все здесь есть, так сказать. Вот. А этой книжечке 62 года. Ощущение, что по родной палу меня. Ну, конечно. Конечно, только больше единственное могу сказать. Тогда палуба, она была еще старая. Я не уверен, что это было тиковое дерево, так? Но она была гораздо получше. Но мы ее драйли так основательно. Тут было совершенно спокойно бегать босиком. И, в общем-то, было очень приятно. Мужчина в семье не просто добытчик. Для детей, для их матери, необходимо постоянно ощущать надежное плечо рядом. Моряку необходимо быть в море. Там, где проявляются его настоящие мужские качества. Смелость, решительность, дерзость, если хотите. Но как жить среди двух необходимостей? Быть в море и быть рядом с семьей. Человека три-четыре разведенных есть. Парочку неженатых. Остальные все семейные. Ну, вот у вас как жена относится? Жена привыкла уже. А когда вы ее увидите? Я увижу ее, когда в Питер придем. А потом? А потом, когда придем. 14 месяцев, да? Ну, как она относится к этому? Нормально? Ну, что делать? Работать надо. Семью кормить. Дети есть еще. Внук есть. Всем надо помогать. То есть и внуки к вам все на корабль придут? И внук придет на корабль. Судно пришло в Санкт-Петербург, на Васильевский остров. Это набережная лейтенанта Шмидта. Капитан и рулевая вахта при параде. Боечка вперед! Место выбрано не случайно. Парусник заходил в северную столицу днем. Демонстративно. И уходить будет засветло. Когда же приходит учебный корабль, яркий, красивый и яркий, красивый курсанты, это прежде всего не столько корабль пришел, сколько вся Россия сюда пришла. Ну, представьте, что, не знаю, сколько правительственных делегаций людей насчитывает. Но когда приходит просто нормальный учебный корабль, где 200 человек на борту, и все в яркой, красивой морской форме, которая бросается в глаза прямо, где бы не увидел моряка, ну, необычно. Это оказывается Россия. Каждый подходит, трогает, смотрит тут аббревиатуру, что это Россия, что это Мурманск или Санкт-Петербург, и так далее и тому подобное. Конечно, это яркая демонстрация. В этом году для экипажа парусника Седов Санкт-Петербург – последний русский город на пути. А дальше впору вернуться к мыслях, изложенной в начале программы. Да, Седов – наш флаг, который мы можем эффектно продемонстрировать за границей. Это кадры, уже ставшие исторической хроникой. Парусные регаты во Франции, город Брест. Это не просто спортивные мероприятия. Это праздник, который посещают тысячи людей. За границей наши парусники известны. Любой парусный праздник в Европе, если наших не будет Седова, Крюсенштерн, и, допустим, мира, он теряет свой интерес такой большой. Потому что в основном мелочь. Приходит, да, много парус, яхт, это. Но когда приходит Седов, большой, красивый, Крюсенштерн под русскими флагами, целый флот приходит, курсанты просто оккупируют этот город. Видно, многие видят наших русских моряков, курсантов парней. Вот так, наверное, и воспитывается патриотизм. Для нас, для россиян, история этого парусника имеет важное внутреннее значение. Да, он построен в Германии, но оказался у нас по праву. И живет этот барк как еще одно напоминание для граждан России. Кто мы такие? Какие испытания нам пришлось пройти? И то, к чему мы еще в этом мире способны? В Европе на гражданских судах, да и на боевых кораблях очень много женщин. Служат матросами. Для такой сложной работы на Западе юношей не хватает. У нас по-другому много желающих и преданных морю профессионалов. Почему это важно? Это настоящий резерв для военно-морского флота России. Сегодня век электроники, конечно, все на кнопочках, но настоящий моряк в походе должен многое уметь делать своими руками. Не дай бог война на море. Нам нужно не просто выжить, нам надо победить. Я, Александр Сладков, прощаюсь с вами. Через недели в нашей программе. История Первой мировой войны. Русский экспедиционный корпус в Европе. Рассказ о людях, которые спасли Францию. Они маршировали от дома инвалидов по мосту Александра Третьего до перекрестка с Елисейскими полями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова